Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим полуавтоматы для отливки шоколадных плиток. Отливочные полуавтоматы служат для получения изделия определенного объема, формы и рисунка. Из полужидкой или жидкой кондитерской массы отливка ее форму. Шоколадная и конфетная массы обладают разными физическими свойствами, поэтому полуавтоматы для шоколада и конфет различаются между собой. И они рассматриваются нами в отдельных видео лекциях. Отливочные полуавтоматы отделяют от жидкой кондитерской массы порцию определенного объема и отливают ее форму. Материал формы зависит от физических и химических свойств заливаемой массы. В зависимости от физических свойств кондитерской массы перед заполнением формы проводятся те или другие подготовительные операции. Например, в одних полуавтоматах форма подогревается, а в других посыпается пудрой и так далее. Полуавтоматы для шоколада и конфет представляют собой соединение нескольких машин, выполняющих большое количество сложных операций. Полуавтоматы для получения из полужидкой или жидкой шоколадной массы плиток, таблеток, фигурок, фигурок с начинкой, пустотелок фигурок, батонов и конфет определенной массы и формы рисунка. Классификация полуавтоматов для отливки шоколадных изделий представлена на экране. Полуавтоматы имеют отливочные машины с периодическим и равномерным движением транспортера. Они заполняют каждую форму определенной порцией шоколадной массы, независимо от объема и самой формы. Полуавтомат с формами не скрепленными с транспортером. Формы подогретые в шкафу 8 до температуры шоколадной массы по транспортерам 9 и 10 поступают на транспортер отливочной машины 1. Он периодически подает их под насадки отливочной машины. Отливочная машина заполняет формы порциями шоколадной массы. После заполнения формы с шоколадом попадают на вибрационную машину 2, на ней шоколад уплотняется и заполняет все углубления рисунка формы. До тех пор, пока шоколад не заполнил рисунка формы, он не застывает, так как температура в помещении 25-28 градусов Цельсия. В холодильной камере 3 при температуре от 5 до 8 градусов Цельсия шоколад затвердевает. Готовые плитки выколачиваются из формы на выколоточной машине 4. Транспортер 5 отводит готовые плитки. Транспортер 6 направляет форму в шкаф 8 для подогрева. Такой полуавтомат состоит из машин с самостоятельными приводами. Всего полуавтомат имеет 4 электродвигателя, которые приводят в действие машины перемещающей формы и 3 электродвигателя для привода вентиляторов 7. Отливочная машина полуавтомата имеет принудительную подачу массы в мерные цилиндры и вращающийся золотник. На этой машине отливают не только жидкие, но и очень густые шоколадные массы. Темперированная шоколадная масса поступает в воронку 2, обогреваемую теплой водой. Шоколадная масса для выравнивания ее температуры размешивается спиральной мешалкой 29. Она вращается от шестеренчатого венца 1, который опирается на 3 ролика. Скорость вращения мешалки можно менять. Конус 3 направляет шоколад под лопасти мешалки. Из воронки шоколадная масса попадает в камеру 5, выравнивание давления, обогреваемую теплой водой. В ней вращаются навстречу друг другу лопасти 4, которые создают дополнительный напор во время заполнения мерных цилиндров шоколадной массой. В мерных цилиндрах движется поршень 28. Он соединен шатуном 27 с коромыслом 24, которое имеет ползун 15. Его положение на коромысли определяет ход поршня. Ползун устанавливают в нужное положение винтом 16. Палец ползуна скользит по пазу рычага 14, который колеблется кривошипом, сидящим на главном валу 13. Левые концы шатунов 27 закрепляются на коромысли 24 эксцентриковым валом 25. На его конце закреплена рукоятка 26 для поворота его на угол Пи Родиан. При повернутом вале шатуны снимаются с коромысла, а поршни с шатунами вынимаются из мерных цилиндров. Движение лопастей 4, поршней 28 и круглого золотника 6 строго согласовано. При движении поршней влево золотник занимает показанное положение, а шоколадная масса заполняет мерный цилиндр. При этом конец насадки 7 прикрыт заслонкой 8. Она пружинами, не показанными на рисунке, связана с золотником. Пружина все время стремится прикрыть заслонкой отверстие в насадке. По заполнении мерного цилиндра с шоколадной массой поршень движется вправо. При этом золотник поворачивается по часовой стрелке на угол 5,18 Пи Родиан. Вместе с золотником поворачивается заслонка 8 до тех пор, пока она не дойдет до неподвижного упора 9. Заслонка останавливается, а насадка вместе с золотником продолжает вращаться. Пружина, связывающая золотник, с заслонкой растягивается. Отверстие в насадке открывается, и через него шоколадная масса выталкивается в форму. Форма при заполнении ее шоколадом перемещается. Величина и скорость перемещения формы может меняться в значительных пределах. С увеличением вязкости шоколадной массы следует сообщить форме большее перемещение. При движении формы шоколадная масса равномерно заполняет ее. Малые формы при наполнении их жидкой шоколадной массой не движутся. Для этого отвертывают болт 17. Транспортер отливочной машины имеет сложное движение. Различное перемещение при заполнении формы и при подводе новой формы для заполнения ее шоколадом осуществляется двумя приводными барабанами. Первый барабан перемещает транспортер при подаче под насадки новой формы, а левый барабан при поступлении шоколада в форму. Ленточный транспортер отливочной машины не фиксирует строго определенное положение формы по отношению к насадкам золотника. Это делает рычаг 18. Его положение на ползуне 23 устанавливается штурвалом 19. При повороте вращается винт 22, который перемещает гайку 20 вдоль ползуна до тех пор, пока конец рычага 18 в крайнем правом его положении не поставит форму несколько правее насадки 7. Ползун приводится в движение рычагом 21, который шатуном 10 соединен с коромыслом 12. Оно вращает муфту обгона 11 правого барабана. Форма, движущаяся на транспортере передней стенкой, поднимает рычаг 18. Он входит внутрь формы. При движении ползуна 23 вправо рычаг за переднюю стенку толкает форму вперед и ставит ее в нужное положение. На слайде отливочная машина 1 вместе с транспортерами 9, 10 и 6 приводится от одного общего электродвигателя. Кинематическая схема отливочной машины со всеми подающими транспортерами и ограничителем 1. Поступление форм показано на экране. От электродвигателя 3 ремнем 2 приводится в движение вариатор скоростей 4. Он позволяет в широких пределах плавно менять скорость отливки и добиваться согласование движения этого участка полуавтомата с другими участками. Привод к зубчатому венцу Z20 осуществлен 4-ступенчатой коробкой скоростей 5 со скользящей шпонкой. Это позволяет иметь 4 скорости вращения мешалки при любой скорости работы отливочной машины. Скорость вращения мешалки приходится менять в зависимости от консистенции шоколадных масс, чтобы получить одинаковую их температуру. Скорость мешалки обычно варьируется в пределах 1 к 1,5 к 2 к 2,5. От вала 8 звездочка 7 цепью передает движение звездочки 6, которая вращает лопасти в камере выравнивания давления. На кулачковом валу 9 находится звездочка 11. Она вращает звездочку 12, расположенную на одном валу с шестернями Z21, Z22, Z23. Они вместе с шестернями Z24, Z25 и Z26 образуют коробку скоростей, которая приводит в движение все транспортеры, имеющие постоянную скорость. Она вращает звездочку 12, расположенную на одном валу с шестернями Z21, Z22, Z23. Они вместе с шестернями Z24, Z25, Z26 образуют коробку скоростей, которая приводит в движение все транспортеры, имеющие постоянную скорость. Число ступеней в коробке определяется количеством вариантов размещения форм в одной рамке. В рассматриваемой машине имеются следующие три варианта размещения форм в одной рамке. Первый. В одной рамке имеется один ряд форм. Второе. В одной рамке размещены два ряда форм. Третье. В одной рамке размещены три ряда форм. Передаточные отношения в коробке скоростей 1 к 2 к 3. Кулачковые валы 9 и 10 имеют одинаковую угловую скорость, то есть передаточное число между ними равно единице. Валы 13 и 14 также вращаются с одинаковой угловой скоростью. Пазовый кулачок 15 поворачивает ограничитель 1 поступление форм. После отливочной машины формы с шоколадом попадают на вибрационную машину. Она способствует распределению массы по форме и удаляет воздух со дна формы и из массы. Схема вибрационной машины показана на экране. Формы с шоколадом после отливочной машины поступают на поверхность 1, которая совершает колебательное движение. Вместе с поверхностью 1 колеблется и форма. При этом она подпрыгивает над плоскостью и перемещается вдоль нее к поворотному кругу 8. Поворотный круг направляет ее на плоскость 7. Пройдя вдоль этой плоскости форма попадает на наклонную поверхность 4. Соскользнув по ней форма поворотным кругом 2 направляется на наклонную плоскость 3. Перемещаясь по ней, форма попадает на колеблющуюся поверхность 9. Здесь она последовательно проходит поворотный круг 10, плоскость 11, поворотный круг 13 и плоскость 12. Этот путь, равный 25 метрам, проделывает форма с полужидкой шоколадной массой. Формы с жидкой шоколадной массой можно направлять после отливочной машины на плоскость 9. Минуя плоскости 1 и 7, тогда путь, совершаемый формой с шоколадом, равен 10 метрам. Плоскости 1, 9 и 12 связаны с жесткой рамой 5, а плоскости 7 и 11 с рамой 6. Рамы 5 и 6 колеблются с одинаковой амплитудой, но в противоположные стороны. Это сделано для частичного уравновешивания вибрационной машины. Схема приводного механизма рам показана на слайде. Эксцентрик 14 закреплен на главном валу. Вращаясь он с шатуном 15 колеблет, а дно искоромысел 16. Угол его колебания можно менять, переставляя ползун 18 винтом 17. Рычаги 19 и 20 одинаковые. Они жестко связаны с коромыслом 16. Рычаг 19 колеблет раму 5 с плоскостями 1, 9 и 12. А рычаг 20 раму 5 с плоскостями 7 и 11. Привод поворотных кругов 8, 10, 13 и 2 осуществлен от того же главного вала через зубчатое колесо 23, червяк 22, червячное колесо 21, а также ременные и зубчатые пары. После вибрационной машины в полуавтомате для плиток стоит холодильная камера. Она приводится от самостоятельного электродвигателя. Устройство, работа и необходимые расчеты холодильных камер представлены нами в отдельных видео лекциях. Последней частью полуавтомата является выколоточная машина. Она приводится также от самостоятельного электродвигателя. Выколоточная машина извлекает из форм готовые шоколадные изделия силой удара пружин по дну перевернутой формы. Принципиальная схема выколоточной машины представлена на экране. Цепной транспортер 1 не имеет упоров и движется равномерно. Он подает рамки с формами от холодильной камеры к периодически движущемуся транспортеру 2, имеющему упоры. Его движение согласовано с движением рычагов 3. Транспортер 2 приводится в движение храповым колесом 8. Транспортер с некоторым усилием вдвигает рамку в пружинищие пазы рычагов 3, которые при этом неподвижны, и останавливается. Правильное взаимное положение упоров транспортера 2 по отношению к пазам устанавливается поворотом свободно сидящего на валу храпового колеса 8 относительно диска 6, жестко связанного с приводным валом транспортера 2, и изменением длины шатуна 9. Балты 7 фиксируют положение храпового колеса по отношению к диску. Затем рычаги 3 поворачиваются против часовой стрелки на угол пиродиан. Поворот рычагов осуществляет кулачок 14 при помощи шатуна 5 зубчатого сектора 10. Рамка с формами оказывается под равномерно движущимся ленточным транспортером 13. Под днищем форм ударяют рычаги 15. Их поворот против часовой стрелки для удара осуществляется кулачком 12. Удар производят пружины 14. Шоколадные плитки падают на ленту транспортера 13, который перемещает их к месту упаковки. После поворота рычагов 15 против часовой стрелки, рычаги 3, поворачиваясь по часовой стрелке, ставят рамку перед теми же упорами транспортера 2. При вновь начавшемся движении транспортер 2 ставит рамку на направляющие непрерывно движущегося транспортера 11. Этот транспортер имеет один упор, который, подойдя к рамке, перемещает ее по направляющим на подъемный столик 18, находящийся в крайнем верхнем положении, когда на него поступает рамка. Подъем и опускание столика осуществляет кулачок 19. Необходимое положение столика вверху над цепью транспортера 16 устанавливается изменением длины шатуна 17. Опускаясь вниз, подъемный столик 18 ставит рамку на транспортер 16. Он движется равномерно и подает рамки к транспортеру шкафа для подогрева формы. Этот транспортер входит в узел отливочной машины. Полуавтомат с формами, шарнирно соединенными с транспортером. Схема представлена на экране. Равномерно движущаяся цепь 9 имеет шарнирно закрепленные сменные рамки с формами. Нагревателями 7 инфракрасного излучения форма подогревается до температуры разливки шоколадной массы. Всего имеется 90 нагревателей по 300 ватт каждый. Они включаются группами. Это позволяет изменять мощность подогрева в широких пределах от 20 до 100%. Подогретые формы могут заполняться либо одной из отливочных машин 10, либо двумя машинами через одну. Это позволяет одновременно выпускать изделия одного или разного объема. Переход с одного изделия на другое сопровождается заменой рамок с формами на транспортере и насадок у отливочной машины. Заполненные шоколадом формы перемещаются транспортером по вибрирующим магнитам 8. Они имеют раздельную регулировку колебаний. Вибрирующие магниты заключены в деревянный кожух со звукоизоляционным материалом. Это значительно снижает шум. После уплотнения формы поступают в холодильную камеру 6. В ней формы, 7 раз меняя направление движения, постепенно поднимаются вверх, а затем по вертикальной ветви опускаются вниз, повернутые дном вверх. При движении на нижней горизонтальной ветви вправо в перевернутом положении формы подвергаются вибрации. Она способствует выпадению изделий из форм на пластинчатый транспортер 2, который подает их четырем ленточным питателям 1 с завертывающих машин. С пластин на лентопитателей, расположенных с обеих сторон, изделия сбрасываются механически. В случае вынужденной остановки одной из завертывающих машин, плитки поступают на транспортер 3, с которого они снимаются вручную. Электродвигатели вентиляторов 4 и обогреватели включаются с пульта управления. Горящие сигнальные лампы на пульте указывают работающие участки. Агрегат имеет электроблокировку. При ее срабатывании на пульте гаснет лампа отключенного участка. Воздухоохладитель 5 располагается над холодильной камерой. Четыре его вентилятора 4 подают воздух с разной температурой в верхнюю и нижнюю части камеры. Извлеченные из форм изделия обдуваются воздухом, температура которого несколько выше точки росы для воздуха в цехе. Полуавтомат имеет специальное устройство для подачи в шоколадную массу дробленных ореховых ядер. В этой видео лекции мы с вами рассмотрели устройство и принцип действия полуавтоматов для отливки шоколадных плиток. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и колокольчик уведомления. А в нем все уведомления. Вы узнаете о том, что видео вышло на канале, получив такое уведомление. На этом я с вами прощаюсь. Желаю успехов и до новых встреч.